всем привет любители снегоходов начинается новый сезон 23 года все уже наверное подготовили свои снегоходы очень часто мы забываем о том что нам нужно готовить еще и свое снаряжение экипировку и особенно половинное снаряжение которое в нужный момент может спасти вам здесь гарантии я хотел вам рассказать о подготовке сервисного обслуживания половинных рюкзаков бакан трексесс миссия вот мой рюкзак я с ним катаю уже второй сезон это маунтинг про рюкзак был разработан для снегоходчиков для любителей горных снегоходов он с эндоверированной защитой с удобными карманами сейчас я вам покажу как он взорвается и как мы его будем обслуживать укладка в рюкзаке полностью соответствует той укладке которую я обычно использую при постоянном катании это тоже хороший тест если что-то пойдет не так мы можем понять что было не так может быть даже укладка мешала баллона обычно у нас при хранении пусковой механизм и крючок пусковой зафиксирован здесь в этом положении вы случайно не активируйте напомню на что при катании он всегда должен быть доступен и вы должны инстинктивно любой рукой вытернуть в любой момент потому что если произойдет беда времени на принятие решения у вас будет доля секунды это должно произойти автоматически ежегодно мы должны взрывать расправлять проверять подушку сам баллон и накачивать следующим этапом мы покажем как вам это нужно делать самостоятельно либо при привлечении специалистов это нужно знать теперь все это аккуратно сложим и перезарядим рюкзак вот здесь вы видите клапан сброса воздуха доступ к нему несложный вы его нащупаете его надо нажать спустить воздух здравствуйте товарищи значит вот у нас рюкзак бесит процесс продай его взорвали соответственно это потом все по инструкции которая у нас есть предлагается вот здесь вот видите как правильно его сложить то есть ты берешь смотришь инструкцию и правильно складываешь его по инструкции обратно это очень легко сделать может каждый нам нужно сначала вытащить баллон отсюда пусть это очень просто здесь один коннектор вот этот это который у нас устраивает именно запуск механизма до потом видите аккуратненько его откручиваем все баллон у нас нет теперь нам нужно взять баллон и ввести его в рабочем положении вот видите столбик поднят это значит баллон сработал заряженном положении когда мы его заряжаем чтобы зарядить его нужно сейчас разобрать вот эти два шестигранника смазать резиночку заменить ее и столбик опустится вниз это уже значит будет означать что баллон готов за рядки смотрите в комплекте с баллоном обязательно идет такой пакетик лежит которым лежат резиночки пакетик пустой в нем находится силикон зубочистка лежит и шестигранник не думайте это все выбрасывать при покупке потому что этим самым вы можете разобрать взвести баллон в положении заряда соответственно резиночки силикон зубочистка чтобы доставать сейчас будем показывать как это все делается надкручиваем шестигранники оба достаем после срабатывания баллона вот эта резиночка мелкая до обратите внимание вот она она съехала должна она стоять вот в этом пазу она съезжает сюда соответственно надо эту резиночку снять старую одеть новую смазать силиконом почему нужно менять каждый раз резиночку может про на ней образоваться небольшая микротрещина вы ее опять поставите старую даже если смажете будет потихоньку травить баллон вы этого не обнаружите и потом момент когда вам нужно будет запуститься соответственно у вас баллон будет пустой поэтому резиночку меняем после каждого срабатывания баллона пакетик кладем смазывать вот так вот он ее смазывает все то достаточно все отделе резинку все то есть на на своем месте теперь можно вставлять сюда у нас палец кушни для утоплен до на баллон еще не завязан воздух нет сейчас пойдем заряжать смотрите баллон заряжается специальным компрессором либо второй вариант есть такие насосы которые сейчас продаются для того чтобы заряжать паимбольные ружья либо пневматическое оружие до которые есть такие вот пневматов и насос ножной но это очень долго лучше отнести специалистам у нас есть в городе дайверы есть в городе специализированном магазине по продаже снегоперектов которые имеют такие компрессоры подключается и забивается давлением соответственно на шкале нарисовано допустимое давление и получается в пределах 2 от 2 500 до 2 700 писяй это шкала зелененькая то есть у вас должен находиться заряд то есть вы заряжайте стрелка вас должна быть там если потом даже будет давление от холода уменьшится если будет до 2000 даже давление упадет но не в ниже то она даже до такого значения баллон корректно сработает и расстроит вам полностью подушку если давление у вас снизится меньше 2000 то уже до конца подушка не будет раскрыта нужно баллон заправлять заряжается значит у нас отсюда воздух выходит а заряд идет с другой стороны вот мы подключаем сюда все у нас готов баллон для зарядки вот так вот по линии сворачиваем центр закладем первую часть точно также у нас вторая часть заворачивается и кладется вот так вот первым выкладываем вот так вот сюда потом и вот так вот складываем вот так конвертиком и закрываем волны сложили правильно баллон да мы теперь получается здесь у нас вставляем замок и застегиваем аккуратненько это вот гениальная штука называется саморазрывная молния которая вот она так специально разорвана уже берем баллон и очень просто сначала подключаем взведен систему взвода иначе тошного который идет у нас да это как раз то что мы дергаем до теперь подключаем сам байонет откуда у нас будет выходить воздух до поставили вот смотрите тут есть колечко вот это вот красненько для чего оно нам нужно это короче вот сюда обязательно мы его протягиваем и убиваем для того чтобы нечаянно не нажался байонет и не снялся баллон отсюда то есть это как бы защита обязательно его одеваем все обязательно перед каждым выездом смотрим давление в баллоне она у нас должно быть от 2 500 до 2 700 зеленая линия и тогда мы выезжаем без всякой опаски на катание зная о том что случае схода лавины мы активируем рюкзак и баллон у нас откроется ребята и также напоминаю что помимо лавины рюкзака обязательный набор для посещения зимнее время гор на снегоходах лыжах или сноутборных это лопата чуб и лавинный бипер рюкзак это плюс еще 10 процентов выживаемости при случае срыва или падения в лавину напоминаю вам что все это снаряжение это не панацея от того что может стать и лавины вы в нее попадете самый главный источник правильного поведения в горах это твоя голова если ты думаешь о том где ты находишься когда находишься то тогда ты можешь нести риск попадания в лавину минимум поэтому ребята хочу вам сказать катайтесь любите природу и самое главное берегите себя